В СССР попало в плен 4 миллиона 559 тысяч солдат и офицеров. 40% погибло. Германия и союзники попало в плен 3 миллиона 777 тысяч. Погибло в плену 13,9%. Вот сравните. 13,9% в советских лагерях НКВД немецкие военнослужащие и 40% в немецких концлагерях. И эти две цифры говорят сами за себя о крайне жестоком отношении к советским военнопленным, тем более гражданским, еще хуже относились, чем к военнослужащим. Тут я могу сказать следующее. Вот как командир поискового отряда, в общем-то цифры были другие. Попало в плен 5 миллионов 59 тысяч. Из них поисковики, поисковые отряды определили сейчас на данный момент. Около 450 тысяч лежит на поле боя погибшими. Они уже не как без вести пропавшие, а погибшие на поле боя, но не обнаруженные после боя, оставшиеся на территории. Эта цифра растет каждым днем. И тут еще интересное и другое сравнение. Есть пять типов лагерей. Первый сборный у поля боя, где наибольшие потери были неучтенные. Поэтому в эту цифру не входят неучтенные, которые в пути гибли, еще когда их вели именно в сборный лагерь. После сборного лагеря был пересылочный ДУЛАК. Например, ДУЛАК 205, это под Харьковским котлом, где Харьковский котел. И в этом тоже, когда переходит в лагерь, там около 500 тысяч, считают немцы, что погибло в пути, неучтенные. Гораздо больше. Это просто примерно взятые цифры. Постоянные лагеря Шталлак. Потом четвертый тип лагеря, это основные рабочие лагеря и малые рабочие лагеря. Вот пять типов лагерей. Всего было по Германии и по оккупированным территориям 22 тысячи концлагерей, которых содержались и гражданские, и военнослужащие. В общем-то, 22 тысячи концлагерей, из них громкими такими названиями, как Освенцы, Майданек и многие другие, которые известны всем. А остальные поменьше, их мало кто знает. Но там не менее жесткое было отношение именно к советским людям, советским. Потому что советский человек считался для всего капиталистического мира, даже для наших союзников, опасным человеком. Потом конвенция не была подписана по военнопленным в Советском Союзе. И это еще больше ужесточило отношение к советским военнопленным, а к гражданским вообще они еще хуже относились. К гражданским было еще тяжелее. И вот мы, я как командир поискового отряда, работаю на поле боя сейчас, победить и пропавшим. И по пересылочным сборным лагерям. И открываются очень такие неожиданные страницы. И эта работа продолжается. И сейчас книга ОБД Мемориал, данные Центрального архива Министерства обороны по всем потерям, пополняется все время. Сейчас идет пополнение умершими в лагерях, в концлагерях. Теперь со сборных и пересылочных дулаг лагерей туда пополнение все время идет. Раньше считалось без пропашек. Теперь обнаружусь, что умер при переходе с лагеря в лагерь. И все время идет пополнение. Поэтому надо каждый раз следить за этими данными по ОБД Мемориалу. Потому что там все время идет обновление. Все время идет. Потому что ежемесячно работает Мемориальный Центр Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал Кириллин там руководил и сейчас руководит. И, в общем-то, делают они гигантскую работу для всех нас. Я лично прошел три концлагеря. Гросс Розен, Бухенвальд и Дахау. Ведь вы прекрасно все знаете, почему 11 апреля Всемирный день освобождения узников. Потому что подполье, в котором мы были в Бухенвальде, готовили восстание и сами освободили 11 апреля концлагерь Бухенвальд. Конечно, мне не пришлось участвовать, потому что нас всех погрузили, подозрительных, и вывезли в концлагерь Дахау. Но я знаю всех тех товарищей, в основном это были военнопленные, как рядовые, так и офицеры, которые работали на военных заводах, по частям приносили оружие и с оружием в руках освободили концлагерь Бухенвальд. Ну что, хочется помянуть тех, кто ушел в мир иной, а всем тем, кто живой, хочется пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Не понаслышке, зная, что такое узники концлагерей, вместе с моей мамой, с моими детьми, с детьми, братьями, сестрами, мы попали, когда бомбили Кишинев, и мы уходили от бомбежек. И остановились у села Журы, и возле села была большая копна сена. И простой человек, молдаванин, крестьянин, остановил нас, сказал, не ходите туда, потому что там немцы, и они расстреливают людей. Не ходите. Мать с нами, тремя, и с моей сестрой Майей Леничной остались в стоге ночевать, а у Майей Леничной папа с мамой, это был директор первой школы на улице Комсомольской, ныне в Кишиневе, они пошли туда, их, конечно, немцы убили. Но на другой день поймали нас и всех, согнали в гетто города Рыбницы, это на западном берегу реки Днестр. А в Дубосарах 25 тысяч примерно узников, расстрелянных евреев. Там 12 человек членов моей семьи. Председатель нашей ассоциации узников Молдовы, царство ему небесное, он недавно только вот ушел из жизни, Шапс Абрамович. Он юношей был, когда его вместе с другими расстреляли в Дубосарах, и он выполз с чудом, сохранившись под телами других мальчонков, и дожил до наших дней. Много еще и воевал, и много претерпел. Так что мы знаем, что такое ужасы, голода, войны, холода, предательства. Три раза меня, маленького, вместе с моей мамой, газон Ольгой Наумовной, в девичестве, портная, выводили на расстрел. И это не в интернете Международный конгресс узников сделал фильм о моей матери. Она и ныне жива. Ей 101 год, 101 с половиной. И у нее удивительная память. Вообще, я должен сказать, что вот эти невзгоды, которые выпали на душу вот этих наших стариков, скажем так, отцов, матерей, они как-то их закалили. В Рыбнице жива до сих пор мамина сестра Удя Наумовна. Она на 9 лет младше матери. Мать с сестрой в Нью-Йорке. И ныне жива, здорова, без всякой записной книжки. Рассказывает мне, у кого на 2 недели вперед день рождения. На месяц, на два. Светлая память такая хорошая. Спрашиваю маму, почему ты вот все-таки сохранилась такой? Она мне говорит, зла нет в душе моей. Нет зла. Вот когда мы говорим о том, что было, так много написано книг, много повестей, рассказов, кинофильмов. Это все правда. А вот видите, вот те, кто пережил вот эту трагедию близко, в том числе мы дети, у нас нет зла внутри. А значит, чтобы не допустить дальше вот этого расползания, опять возрождения этой плесени фашизма, международной какой-то агрессии, вот, наверное, вот об этом стоило бы, может, пару слов сказать. У нас в Армении имеется 23 узников, которые пережили вот эти самые трудные дни. Сейчас я думаю, что наши участники здесь, Нина Карповна и Нелли Иосифовна расскажут, какие, скажем, как они находились, когда находились в Германии, какие тяжелые дни, какие трудные дни они провели на этих 2-3 года, находясь в этих канцелагерях. Немоимоверные страдания, которые перенесли дети во время Второй мировой войны, описаны, конечно, но трудно найти человека, который еще больше не прибавил бы тяжести и горечи в то, что перенесли дети. Голод, холод, бомбежка, побои, издевательства. И все это, малолетние дети, мне не было 5 лет, когда началась война. И все это мне пришлось тоже увидеть, узнать. Я призываю все силы, которые что-то могут сделать и даже не могут, противостоять войне, любой войне, и навсегда приказать прямо, чтобы никогда больше войны не было, чтобы люди, дети, не страдали. Недаром сказал поэт, люди войны, прокляните войну, убейте войну, люди войны, люди земли. И вот так должно быть вбредь, чтобы никогда на земле дети не плакали, чтобы одна слеза детская не пролилась во время войны. Мы с вами, вот говоря о, об тех ужасах, о катастрофе, которая произошла в 20 веке, все с вами прекрасно понимаем одну вещь, что сейчас, в 21 веке, есть, к сожалению, существует вероятность того, что когда-то это может повториться. И есть люди, которые целенаправленно делают все для того, чтобы молодежь, вне зависимости, о какой стране мы сейчас говорим, этого не знала, не помнила, забыла. делаются посредством различных схем и механизмов, и в первую очередь посредством системы образования. И понимая это, и это понимание есть во многих странах мира, конечно, в первую очередь нужно бороться с реабилитацией нацизма, не каждый в отдельности, а все в один в кулак, и поэтому, собственно говоря, и была создана вот такая международная правозащитная организация, как «Мир без нацизма». Продолжение следует...